Слайд номер один. Это первая из серии презентаций для помощи тем, кому поручено составлять отчеты по индикатору цели устойчивого развития, далее именуемой аббревиатурой ЦУР 632. Это краткое введение, за которым последуют технические занятия и подробные занятия с описанием процесса отчетности. Слайд номер два. Университетский колледж Корка, Ирландия. Слайд номер три. Цели данного занятия. Представить методологию индикатора ЦУР 632, описать процесс отчетности, а также перечислить доступные механизмы поддержки. Слайд номер четыре. Вот краткое содержание презентации. Слайд номер пять. И начнем мы с описания того, как данный индикатор согласуется с другими индикаторами и целями шестой цели. Слайд номер шесть. На этих слайдах представлен обзор 11 индикаторов ЦУР 6 и того, какое агентство ООН является ответственным за каждый индикатор. ИНЭП отвечает за 632, 651 и 661 и помогает странам в сборе и анализе данных для политиков. Слайд номер семь. На первом этапе инициативы в период между 2015 и 2018 годами были разработаны методологии индикаторов и собраны исходные данные. Результаты первого этапа суммированы в различных отчетах об индикаторах и в сводном отчете по ЦУР 6. Все доступны онлайн. Слайд номер восемь. На втором этапе между 2019 и 2022 годами проводится вторая кампания по сбору данных, поддерживаемая ответственными агентствами, но нацеленная на создание национальной собственности. Результаты этого второго этапа будут использованы в политических процессах высокого уровня и других инициативах ООН, таких как разработка глобальной оценки качества воды. Слайд номер девять. Следующий раздел представляет собой обзор индикатора и описывает методологию более подробно. Слайд номер десять. Индикатор 6.3.2 помогает измерить прогресс в достижении цели 6.3, а именно к 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращение вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштаба в рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире. Индикатор 6.3.2 является одним из двух индикаторов. Второй индикатор 6.3.1 – доля безопасно очищаемых сточных вод. Эти два индикатора связаны, потому что повышение скорости очистки сточных вод должно привести к улучшению качества воды в водоем. Слайд номер 11. Создание национальной сети мониторинга качества воды, а также сбор и анализ данных о качестве воды создает преимущество для устойчивого управления водными ресурсами на национальном уровне. Эффективное управление водными ресурсами требует достоверной информации о качестве воды, без которой может осуществляться неадекватный контроль за сбросом сточных вод, недостаточная очистка воды для питьевой воды и неадекватное сохранение или восстановление водоемов и водно-болотных угодий. Следовательно, стремление к достижению цели 6.3 посредством отчетности по индикатору 6.3.2 может помочь странам в будущем более устойчиво управлять своими водными ресурсами. Слайд номер 12. Сейчас мы запускаем второе глобальное накопление данных. Первое, как упоминалось ранее, было в 2017 году. Отчет об этом первом накоплении данных доступен по первой ссылке в нижней части этого слайда. В 2018 году был проведен углубленный обзор, целью которого было максимизировать глобальное участие, повысить актуальность индикатора 6.3.2 на национальном уровне и обеспечить сопоставимость предоставленных материалов. Результаты этого процесса доступны по второй ссылке. Слайд номер 13. Обоснование методологии индикатора заключается в том, что хорошее качество воды не наносит ущерба функционированию экосистемы и не представляет опасности для здоровья человека, когда вода используется для питья и приготовления пищи или для рекреационной деятельности. Качество воды, которое не подвергалось воздействию деятельности человека, поддерживает сбалансированную экосистему с хорошим видовым разнообразием и не требует серьезной очистки перед использованием. Многие виды деятельности могут привести к неудовлетворительному качеству воды. Например, сброс неочищенных бытовых, городских и промышленных источных вод, использование удобрений пестицидов в сельском хозяйстве, а также добыча нефти и минеральных ресурсов. Чтобы классифицировать качество воды как хорошее или нехорошее, требуется программа мониторинга качества воды, которая генерирует достоверные данные. По результатам кампании по сбору данных 2017 года мы узнали, что во многих странах существуют пробелы в данных и у них нет четкого понимания качества своих пресных вод. Чтобы сгенерировать эти данные и чтобы индикатор мог предоставлять информацию о текущем состоянии пресноводных водоемов и о том, как их качество изменяется со временем, вам необходимы три ключевых компонента. Сеть станций мониторинга, измерения и сбор проб на месте, а также эффективность управления данными. Слайд номер 15. Показатель 632. Доля водоемов с хорошим качеством воды. Это означает, что странам в первую очередь необходимо определить границы каждой из гидрологических единиц, включая реки, озера и грунтовые воды. Традиционный мониторинг качества воды, проводимый в большинстве стран мира, использует физические и химические измерения. Поэтому для цели индикатора 632 показатель рассчитывается на основе легко измеряемых физических и химических параметров качества воды, которые можно выбрать из пяти групп параметров. Для поверхностных вод этими группами параметров являются кислород, соленость, азот, фосфор и кислотность. Для подземных вод это соленость, азот и кислотность. Водный объект можно классифицировать, как имеющий хорошее качество воды, когда по меньшей мере 80% измеренных значений соответствует целевым значениям, которые были определены, чтобы представлять минимальное нарушение для водного объекта. Слайд номер 16. В данной таблице показаны основные группы параметров и различные параметры, которые можно использовать для представления каждой из них, а также причины их включения. Каждая группа параметров имеет рекомендуемый параметр, выделенный жирным шрифтом. Но на усмотрение каждой страны, какой именно из них использовать. Слайд номер 17. В методологии используется целевой подход. Целевые значения представляют собой пороговые значения, которые указывают, является ли качество воды хорошим или подвержено влиянию человека или природных воздействий. В идеале целевые значения должны выбираться для защиты качества воды, но могут использоваться и другие цели, связанные с использованием, особенно если они касаются неочищенной воды. Страны выбирают или устанавливают свои собственные целевые значения и может потребоваться установить разные целевые значения для разных типов водоемов, таких как реки или озера. При установке целевых значений следует учитывать колебания в измерениях из-за естественных сезонных колебаний, чтобы обеспечить выбор реалистичных значений. Слайд номер восемнадцать. Показатель рассчитывается как доля водоемов. Это могут быть участки реки, озера или водоносного горизонта. И как показано здесь, эти небольшие водоемы объединены в подсчетные бассейновые районы, далее именуемые как ОБР. Эти большие единицы состоят из одного большого или нескольких небольших речных бассейнов. Концепция ОБР обеспечивает практическую пространственную единицу, которую можно использовать для цели управления. Это особенно подходит для стран, имеющих общие трансграничные воды, где стратегические усилия по оценке и управлению качеством воды выгодны для всех стран. Слайд номер девятнадцать. Уровень один включает физико-химические измерения для основных групп параметров для поверхностных вод и сокращенный список нитратов PH и ES для грунтовых вод. Но страны могут выйти за рамки этих основных параметров и отчитаться на уровне два. Уровень два не является обязательным и не имеет строгих ограничений. Страны могут сообщать любую дополнительную имеющуюся у них информацию. Примеры включают в себя дополнительные параметры или результаты подходов для мониторинга качества воды, таких как наблюдение земли, программы мониторинга, использующие биологические подходы или программы мониторинга гражданских наук. Слайд номер двадцать. В следующем разделе описывается рабочий процесс отчетности. Слайд номер двадцать один. Рабочий процесс создания отчетов в рамках кампании по сбору данных 2020 Data Drive состоит из пяти этапов. Во-первых, мы создаем национальные координационные центры в государствах-членах. Начиная с апреля 2020 года, мы отправляем в страны запросы данных с шаблонами отчетности и инструктивными материалами. До конца августа 2020 года страны собирают и представляют данные по показателям. После отправки данных, отчетные данные проверяются в сотрудничестве с поставщиками данных. До конца 2020 года проверенные данные анализируются и готовится к глобальному докладу, который будет опубликовану в 2020 году. Слайд номер двадцать два. Данные первого уровня для простого индекса качества воды могут быть представлены на трех пространственных уровнях. Для каждого оцениваемого водоема, агрегировано в отчетных бассейновых районах или агрегировано на национальном уровне. Для всех уровней отчетности в отчете запрашиваются метаданные о временном масштабе оценки, количестве и типе данных, а также целевые значения, используемые для расчета показателя с целью оценки охвата и сопоставимости между странами. При сопоставлении отчетов на уровне водоема необходимо сообщать о качестве хорошем или плохом каждого водоема. Для отчетности по бассейновым районам или на национальном уровне запрашивается количество оцененных водоемов и процентная доля оцененных водоемов с хорошим качеством воды для каждого типа водоема. Слайд номер двадцать три. Отчет первого уровня состоит из электронной таблицы Excel, содержащей несколько таблиц. Первый раздел содержит общую информацию о том, как заполнять формы данных, описание концепций и элементов данных. Второй раздел содержит формы для ввода отчетных данных. Сюда входит информация о представлении отчета, метаданных и результатах оценки на водоеме, отчетности по бассейновым районам и на национальном уровне, а также информация о целевых показателях качества воды, используемые для расчета показателя. Третий раздел содержит списки кодов, необходимые для заполнения форм ввода данных, включая коды для стран, уровень отчетности, трансграничные речные бассейны, типы водоемов, параметры и единицы, и статус качества. Для отчетности второго уровня мы предоставляем анкету, запрашивающую информацию о дополнительных источниках данных и показателях, используемых для оценки качества водных объектов в стране. Доступные национальные показатели качества воды, которые отличаются от методологии индикатора первого уровня, могут быть представлены в измененном шаблоне отчетности первого уровня. Слайд номер 24. В последнем разделе перечислены механизмы поддержки, доступные для компании по сбору данных 2020 Data Drive. Слайд номер 25. Появилась новая платформа поддержки индикатора ЦУР 632. Ссылка на нее находится внизу этого слайда. Эта платформа содержит все вспомогательные материалы и сервисы, в том числе руководящие документы для разработки программ мониторинга, целевых значений, грунтовых лод и мониторинга второго уровня. Имеются также справочные документы, тематические исследования, ссылки на службу поддержки и раздел часто задаваемых вопросов. Ресурсы, доступные на этой платформе поддержки будут расти в ближайшие месяцы. Данная страница позволит вам сначала проверить, получен ли ответ на ваш вопрос в разделе часто задаваемых вопросов. И если нет, вы можете связаться со службой поддержки. В адрес электронной почты службы поддержки. Обратите внимание, указан на английском языке. Слайд номер 26. Оценочная карта качества воды и рейтинг достоверности являются новыми концепциями с момента последнего сбора данных. Они генерируются GSMOS вводные ресурсы по вашему запросу после того, как вы сообщили об индикаторе. С помощью оценочной карты качества воды можно узнать, почему конкретная пресная вода может не достигать хорошего качества воды. Этот инструмент представляет собой простое графическое представление индикатора. Рейтинг достоверности дает представление о том, сколько данных было использовано для расчета индикатора. Большее количество данных, используемых для расчета показателя, обычно означает, что показатель более точно отражает состояние пресной воды в стране. Рейтинг достоверности может применяться на разных уровнях от шкалы национального уровня до ОБР. Эти дополнительные инструменты не являются обязательными, поэтому каждая страна сама решает, хочет ли она их использовать. Слайд номер 27. Диапазон целевых значений, использованных в компании по сбору данных 2017 года, был очень широк. В ответ на полученные отзывы мы разработали некоторые дополнительные целевые значения, которые страны могут использовать, если у них нет своих собственных. Существует специальный технический документ по настройке целевого значения, который будет доступен на платформе поддержки. Слайд номер 28. В дополнение к выше приведенной онлайн-поддержке, включая техническую документацию и часто задаваемые вопросы, имеется также поддержка расчета индикатора. Этот сервис возник благодаря обратной связи предыдущей кампании по сбору данных, когда некоторые страны пытались вычислить свои оценки. Вы можете связаться с нами через службу поддержки, в которой можно обратиться через нашу платформу поддержки или по электронной почте. Обратите внимание, почта указана на английском языке. Однако, если вам понадобится эта услуга, нам требуется дополнительная информация о данных. Эта дополнительная информация включает данные мониторинга для расчета показателя и целевых значений для вашей страны, водных объектов или отчетных бассейновых районов. В качестве альтернативы, если нет доступных целевых значений, мы можем использовать дополнительные целевые значения, представленные на предыдущем слайде. Кроме того, нам нужна информация о водных объектах и отчетных бассейновых районах ОБР, которые вы хотели бы использовать для расчета показателя. Опять же, есть альтернатива. Если у вас нет этой информации, мы можем использовать существующие глобальные наборы данных. Подробнее о поддержке расчета этого индикатора будет рассказано в предстоящем онлайн-занятии по отчетности и в документе процесса отчетности, который вскоре будет доступен на платформе поддержки. Слайд номер 29. Поддержка расчета индикатора На последнем слайде показана ссылка на платформу поддержки индикаторов ЦУР и адрес электронной почты службы поддержки. Спасибо за внимание! Продолжение следует...